Мир роботов. Сегодня в Уфе прошел республиканский чемпионат по образовательной робототехнике. Около ста участников, конструкторов встретились, чтобы испытать свои изобретения. Кстати, собранные чудо-машины руками школьников, но по техническим показателям они не уступают роботам из фантастических фильмов. В этом убедилась наш корреспондент Ангелина Машкина. Крылатый дракон, машины-сумоисты, ручной танк, луноход и даже вальсирующий в паре с куклой робот-танцор. Это не кастинг в голливудскую фантастику. Это республиканский чемпионат среди школьников. Всю чудо-технику ребята собирали сами. Кому-то удалось справиться за неделю, а кто-то готовился несколько лет. Роботы-сумоисты соревнуются в отталкивании друг друга с поля боя. А эти машины на скорость проходят по начерченной траектории и ищут выход в лабиринте. Но среди изобретений встречается и необычная полезная техника. Робот может туда быстро добраться и все потушить огнетушителем. Этот робот-пожарный или фаеконтрол, как назвал его создатель, 11-летний Даниил, одно из самых сложных изобретений. С помощью небольшой видеокамеры, за которой следит оператор, машина проникает в задымленное помещение и находит очаг возгорания. После чего немедленно тушит огонь. Мне бы хотелось, чтобы этого робота применяли в реальной жизни. То есть я его доработаю, обошью везде металлом, сделаю его огнестойким. На создание робота-пожарного Даниилу потребовался целый год. Но оказалось, это уже не первое его изобретение. До этого он смастерил машину по сбору мусора. По словам его мамы, увлечение робототехникой передалось мальчику от его деда. Я очень горжусь сына. Дедушка поддерживает в начинаниях, помогает ему, объясняет, как правильно распиливать различные детали, объясняет основные принципы электроники, электротехники. А это еще одно полезное изобретение. Робот собака пока на стадии разработки. Но если ее усовершенствовать, то она может стать незаменимой помощником. В планах конструктора сделать собаку благодаря. Ну а пока этот пес может быть хорошим другом и развлекать вас дома холодными и зимними вечерами. Дай лапу. Всего на чемпионате собралось около ста ребят. Самому младшему робототехнику всего шесть. Несмотря на возраст участников, роботы их оцениваются одинаково. Хотя проигравшую здесь быть не может. Ведь такие соревнования отличный опыт для юных изобретателей. Вообще идея мероприятия возникла как подготовка к Всемирной Олимпиаде по робототехнике. Мы знаем, что это мероприятие проходит в апреле. Мы решили сделать его в январе, чтобы дети немножко подготовились, увидели задания, которые могут их ожидать на этой Олимпиаде. Организаторов удивила география участников. Кроме уфимских школьников на мероприятие съехались и юные робототехники со Стерлитамака, и Шамбая, и Мелиуза, Сибая и даже такого далекого Бурзианского района. Ангелина Машкина, Азатышбулатов, Башкирское спутниковое телевидение.